Для назначения на должности руководителя областных управлений внутренних дел предлагаются следующие кандидаты. Генерал-майор милиции Острейко Александр Вячеславович представляется на вакантную должность начальника управления внутренних дел Минской области. Полковник милиции Шуляковский Олег Николаевич представляется на освобождаемую должность начальника управления внутренних дел Брестского областполкома. Полковник милиции Резенков Дмитрий Юрьевич представляется на вакантную должность начальника управления внутренних дел Гродненского облсполкома. Проверка и изучение в администрации и государственном секретариате указанных кандидатов проведены. Обстоятельств, препятствующих назначению, не установлены. Александр Георгиевич, насколько Вы погрузились в изучение кандидатур и насколько Вы уверены в том, что мы правильно поступаем? С каждым из кандидатов была личная беседа. Моя, главы администрации президента, заслушивали по пониманию их назначения, той ответственности, которая будет. Изучили совместно и с оперативно-этическим центром, и с комитетом государственной безопасности весь путь прохождения данных офицеров, понимание. Каждый офицер, в состоянии и соответствует предназначению на те должности, которые предлагаются рассмотреть вам к назначению. Уверен в каждом из этих офицеров, товарищ президент. Ну как ты можешь быть уверен, если ты с ними не работал, не служил? Я изучал, беседовал. Хорошо. А какие недостатки у кандидатов на эти должности? Не могут же быть люди идеальными? Идеальных людей не бывает. У каждого, товарищ президент, есть свои моменты. Но каждый принципиален, грамотный, способен принимать решения, самостоятельно работать. Недостатков, которые будут, на мой взгляд, противоречить исполнению их обязанностей, не выявили. Мнение совпало и у меня, и у генерала Сергеенко. У нас мнение совпало по каждому из данных офицеров. Спасибо, Иванович. Ты лично знаешь людей? Товарищ президент, в каждом из этих офицеров я уверен, со всеми работал на земле. Не только в должности министра внутренних дел. Но мы с ними прошли ОВД. И с генералом Остейкой, Шеляковским, Слизенковым со всеми я лично работал. В городе Минске, Витебской области, в Минской области. Поэтому всех знают. Ты же своих подтягиваешь? Никак нет. Я их знаю просто лично. Люди действительно надежные. Я в них уверен, это не просто слова. Вы знаете, на какие должности вы назначаетесь. Три четверти страны мы сегодня вашими должностями прикрываем в этой непростой ситуации, которая складывается и внутри относительно. Вроде говорят, спокойно, но успокаиваться нельзя. Да и внешне. Ну и ребята идут на должности такого высокого уровня впервые. Одно дело работать заместителем, второе дело возглавлять в это непростое, опять же, повторюсь, время эти коллективы. Я так в шутку сказал, что генералы мягкими не бывают и прочее. Если можно мягко и мягче принимать решения, это будет хорошо. Но выполняться они должны жестко. Вы люди в погонах. И обстановка нам диктует, что мы церемониться особо не должны, защищая интересы наших людей. Мы же не сами себя защищаем. А вот защитить миллионы людей, да и транзитная страна, интересы пересекаются. Вот это вопрос. Ну и потом надо делать выводы из случившегося. Были проблемы и сейчас они есть, особенно по линии криминальной милиции, Иван Владимирович. Это что, мне губернатор так проговорился, а потом я начал уже, как воспринято, копать лубжи. Оказывается, воровали скот и списывали на падеж. Ну, наверное, тебе известно. Сейчас там занимаетесь и вы, и прокуратура этим вопросом. Надо посмотреть вообще это по стране. Это что за линочные отношения? Потому что жестоко к этому вопросу надо подходить.